Всем привет! Недавно появилась новая версия приемника Малахит. Разработчики внесли в конструкцию изменения для того, чтобы уменьшить количество помех от собственной схемы приемника, в первую очередь конечно от дисплея. И вот сейчас мы с вами давайте сравним, как отличается новая версия приемника от старой по этому параметру. А также у приемника может быть изменилась чувствительность. Ее мы тоже сейчас сравним с помощью высокочастотного генератора. Но прежде чем сравнивать новую версию приемника и старую версию приемника по этому параметру, по уровню собственных помех, я поясню, как эти помехи попадают на вход приемника. Попадают они туда двумя путями. Первый путь это внутренний. Помехи от цифровой части, в первую очередь от дисплея, попадают на вход приемника непосредственно внутри конструкции приемника на печатной плате через паразитные емкости, паразитные индуктивности, какие-то наводки, токи утечки и так далее и тому подобное. Второй путь это внешний путь, когда помехи принимает непосредственно антенна приемника, особенно это касается когда используются вот такая телескопическая антенна совместно с приемником, когда используется какая-то стационарная антенна, подключенная коаксиальным кабелем ко входу приемника. То помехи, поступающие на его вход этим путем внешним становятся гораздо меньше, а может быть становится совсем незаметны. Но при использовании маленькой, телескопической антенны, или антенны типа кусок провода, подключенный непосредственно ко входу приемника, то второй путь тоже очень значительный, а может быть даже и более значительный, чем первый внутренний. Но сейчас мы сравним эти приемники по уровню собственных помех, именно попадающих на вход приемника первым путем, то есть внутри схемы. Сравнивать будем в нескольких точках рабочего диапазона приемника. Конечно можно было бы сравнить очень подробно во всем этом диапазоне, через каждый мегагерц, я не знаю, но это будет очень долго и скучно, поэтому сравним в основных любительских и не только диапазонах. Начнем сравнение сверху с 70-сантиметрового диапазона, частота 433 МГц. У приемника включен предусилитель, отключены аттенюаторы и все остальные способы ослабления сигнала, то есть можно сказать, что включена максимальная чувствительность. В низкочастотных настройках у приемника выбрана полоса НЧ тракта 7 кГц, это значит, что полоса пропускания по ВЧ будет равна 14 кГц. Первая версия приемника сигнал с таким слабым уровнем 0,2 мкВ по моему вообще не принимает. Попробую отключу дисплей на этом приемнике, может быть это от него помеха мешала, а потом увеличу уровень сигнала до 0,5 мкВ. подключаю дисплей на новой версии приемника и на старой версии. Оказалось действительно, у новой версии приемника на 430 МГц чувствительность заметно лучше, а отключение дисплея ни в старой, ни в новой версии на 430 МГц никак не влияет на прием слабых сигналов. Дальше смотрим в двухметровом диапазоне. Отключу дисплей на новой версии. А теперь в старой версии. Какое-то влияние дисплея заметно, особенно в старой версии на водопаде видно огромное количество помех при включенном дисплее. Посмотрим теперь то же самое при большем уровне сигнала, может быть влияние дисплея будет более заметно на слух. Музыка На двухметровом диапазоне на частоте 145 МГц разница между старым и новым приемником очень большая. В старом приемнике от дисплея очень сильные помехи, в новом они тоже есть, но гораздо гораздо меньше. Дальше смотрим в авиационном диапазоне на частоте 128 МГц, но тоже в частотной модуляции, а не как принято в авиадиапазоне в амплитудной, потому что китайский VCH генератор, который я сейчас использую, не может работать в амплитудной модуляции, а только в частотной. На частоте 128 МГц никакой разницы между старым и новым приемником практически незаметно. Дальше смотрим диапазон 50 МГц. И подключаю опять дисплей, может что-то изменится. Сначала на новой версии приемника, а теперь на старой версии. На 50 МГц сигнал с уровнем 0,2 мкВ приемник первой версии вообще практически не слышит, только при отключении дисплея начинает хоть как-то немного его слышать, но хуже, чем приемник новой версии даже со включенным дисплеем. Вот тоже заметная разница. И следующий диапазон 29 МГц, на нем сравниваем тоже в частотной модуляции, а вот более низкочастотный диапазон уже посмотрим в однополосной модуляции. Слышно примерно одинаково на оба варианта приемника, но сейчас я увеличу уровень ВЧ сигнала до 0,5 мкВ. Шума станет гораздо меньше и помехи от дисплея в обоих версиях приемника будет заметно гораздо лучше. Я уже до конца. Продолжение следует. Внутри. 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 Оказывается на 29 МГц и у старого и у нового вариантов приемников помех от дисплея очень много, но новый вариант приемника при отключенном дисплее почему-то принимает сигнал лучше. Теперь смотрим 14 МГц, середина КВ диапазона в однополосной модуляции. На слух разницы никакой нет. Эсметр показывает разные значения, но это он просто по-разному настроен в этих двух приемниках, а также тон биений разный, это тоже разная калибровка опорного генератора. Еще в старом приемнике сбоку слева на водопаде видно какую-то большую помеху, а в новом приемнике ее практически нет. Видимо все-таки какая-то помеха дисплея есть, просто она не попадает на нашу выбранную частоту для эксперимента. Но все-таки попробую, сейчас отключаю дисплей в обоих приемниках и посмотрим не будет ли разницы по уровню шума. Именно на этой частоте, на 14100 разницы никакой нет, при отключении дисплея шум никак не меняется, видимо помехи внутри проникающие на вход приемника на этой частоте нет. Хотя еще раз повторюсь, слева на водопаде в старой версии приемника видно какую-то огромную помеху. Напоследок сравниваем в диапазоне 80 метров частота 3,6 МГц. Немного-немного, но разница все-таки есть в пользу второй версии приемника. И сигнал слышно чуть погромче, и шума немножко меньше. На этом закончу сравнение двух версий приемника Малахит ДСП версии 2 и старой версии приемника. Вывод такой. Во всех диапазонах, во всех точках рабочего диапазона приемника, в которых я их сравнивал, новый приемник работает или лучше, или также. Или он принимает сигнал чуть громче, чуть больше чувствительность, или чуть меньше уровень помех от собственной схемы приемника, попадающей на вход. Но в любом случае нигде, ни на какой частоте новая версия, версия 2, не проиграла первой версии приемника. Еще раз повторю, что в этом эксперименте мы наблюдали помехи от собственной схемы приемника, попадающей на вход приемника только внутри его конструкции, на печатной плате, внутри корпуса. А еще есть помехи, которые приемник излучает вовне. Излучает в первую очередь, конечно же, своим дисплеем цветным. И эти помехи может принимать его антенна, если она установлена непосредственно на приемник или где-то рядом с ним расположена. Сейчас этих помех не было совсем. Поэтому, например, в диапазоне 3,6 МГц приемник принимал слабый сигнал прекрасно. При работе на вот такую вот телескопическую штыревую антенну уровень помех от собственного дисплея будет гораздо больше на диапазоне 3,6 МГц. Но сейчас мы это никак не сравнивали. Это нужно сравнить отдельно, где-то в полевых условиях, при отсутствии других бытовых помех, и не по сигналу генератора, а по реальным сигналам из эфира. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока.